Брокколи – выращивание и уход в открытом грунте. Плоды брокколи удивительно полезны, они насыщены массой полезных веществ и витаминов. К тому же продукт является очень малокалорийным, как большинство овощей, поэтому идеально подходит для диетического питания. Что такое брокколи? Полезный необычный сорт капусты, отличающийся необыкновенным вкусом, появился еще в 5-6 веках на территории Италии. Больше всего брокколи похожа на хорошо всем знакомую цветную капусту, только она имеет другой цвет и немного другое строение. Данные сорта отличаются от других тем, что у них в пищу употребляется вовсе не листья, а сами соцветия. Многим садоводам и дачникам полюбилась полезная культура брокколи, выращивание и уход в открытом грунте не требует особых усилий или условий. В период после посадки у брокколи вырастает стебель, достигающий от 0,5 до 0,8 метра, после чего на его верхушке начинается созревание соцветий, а затем и цветение. Однако, чтобы получить съедобные головки, их потребуется срезать до начала цветения. Они должны стать насыщенного темно-зеленого цвета, если они начнут желтеть, то будут уже непригодны пищу. Популярные сорта В средней полосе популярностью пользуются скороспелые сорта, так как они идеально подходят по срокам созревания. Сорт семян юнгар F1 способен поспеть уже через два месяца после высадки в грунт рассады даже при не очень высокой температуре, например, при выращивании на территории Сибири, Урала или других областях с пониженной температурой. Средняя урожайность этого сорта составляет 1,2-1,5 кг на 1 квартал. М. Гибрид Аркадия Леев 1 Брокколи сорта Green Magic F1 Green Magic имеет головки невероятно крупного размера, порой они могут достигать практически 1 кг, что является приятной особенностью сорта, из-за чего урожайность становится также очень высокой. Собирать урожай можно будет уже через 2-2,5 месяца после высадки в грунт. Один из самых известных сортов брокколи – Венера – отличается устойчивостью к различным температурам и более чем высокой урожайностью. Кроме того, плоды всегда имеют отличные вкусовые качества, поспевают срок и одновременно. На заметку, кусты не дают дополнительные боковые побеги, но это и не нужно при таком количестве урожая с основного ствола. Как вырастить и ухаживать за брокколи в открытом грунте? Большинство сортов брокколи рассчитаны на выращивание при средней температуре воздуха плюс 15, плюс 26. Позднеспелые сорта способны выдерживать холодную температуру и даже морозы до минус 9 градусов. Однако растут овощи как раз благодаря повышению температуры. Чем сильнее разница в температуре и чем выше она поднимется, тем сочнее будут головки и тем раньше они поспеют. Сроки посадки В посадке семян брокколи следует приступать ближе к концу апреля – середине мая. В открытом грунте в северных и умеренных климатических зонах следует выращивать скороспелые сорта, иначе из-за короткого холодного. Лето они банально не успеют созреть. Обратите внимание, в теплой южной местности высаживать брокколи нужно только ранней весной или вредверей зимы, иначе сорта переспеют. Как правильно сажать семена? Схема прежде чем высаживать семена в почву, нужно ускорить их прорастание. Это можно делать путем, приближенным к натуральному или же искусственным с помощью стимулятора роста. Ускорение процесса произойдет естественно, если сначала опустить семена в теплую воду 45-60, а затем оставить на несколько часов. В холодной, ниже нуля, лучше подойдет немного теплая идентичная температура Земли в этот период времени. После чего их можно оставить во влажные тряпки или салфетки в холодильнике также на несколько часов. Семена брокколи Когда семена высохнут, можно будет приступать к посадке. Для этого потребуется емкость, на дно которой укладывается тонким слоем песок. Галька, дерн, сверху уже засыпается землей, которую Следует заранее прорыхлить. Прежде чем сеять семена, в земле делаются борозды небольшой глубины до 1 см. Такие ряды должны находиться на расстоянии друг от друга в 2,5-4 см. Ее необходимо полить. Оптимальным вариантом станет полифоспульверизатор. Сверху можно немного уплотнить, но это необязательное условие. Уход за рассадой семена должны дать первые всходы при комнатной температуре, во время проращивания земля должна быть немного влажной. Следует периодически проводить полифоспульверизатора. После появления небольших ростков следует прекратить полиф на пару дней по возможности увеличить температуру в помещении. После чего на 7-9 дней можно приблизить температуру выращивания к естественной, например, вынести горшки на балкон. Далее температурный режим возвращается к комнатному. Дополнительно можно соблюдать режим день-ночь в плане смены температуры и освещения. Обратите внимание, перед посадкой семян в грунт можно положить свежее или порченное куриное яйцо или же его скорлупу. Яйцо начнет разлагаться и станет прекрасным удобрением и подкормкой. В принципе и семена брокколи можно высадить в середине апреля, начале мая на грядку и в теплицу, тогда к периоду высадки в открытую почву. Рассада будет уже готова и не придется усиленно ухаживать, следить за температурным режимом и пересаживать. Высадка и уход в открытом грунте Чтобы вырастить хороший урожай брокколи, посадка в открытый грунт традиционно проводится, когда на Рассаде появляется 4-5 листики на так называемом втором ярусе. Место можно выбирать довольно ветреное, но с достаточным попаданием солнечных лучей, чтобы почва хорошо прогревалась. Обильный полив следует начинать спустя неделю после высадки рассады почву. Схемы расположения рассады на грядках предусматривают обычно довольно плотную высадку, так как на урожайности брокколи частота посадок никак не сказывается. На даче без парника, чтобы она дала хороший урожай. Значительную роль играет соблюдение норм агротехники. Брокколи требуют правильного, весьма обильного полива. Почва всегда должна быть влажной. Полив осуществляется через день. В жаркое время каждый день также необходима и высокая влажность воздуха. Без этого условия капуста может перестать расти и плодоносить. При нехватке влаги кусты просто остановятся в развитии и затвердеют. Также брокколи не переносят кислые почвы. Данный вид капусты не особо требователен удобрениям и окучиванию, однако влодородной почве урожая будет куда богаче и вкуснее. Подкормки можно проводить несколько раз. Первый раз почва удобряется сразу после посадки, затем спустя 2-3 недели. Последняя подпитка с помощью удобрения или навоза проводится, когда начинает формироваться соцветие, но не позднее этого времени. Обратите внимание, брокколи можно легко вырастить даже на балконе. Паразиты и методы борьбы с ними брокколи очень слабо подвержены заражению различными болезнями или повреждению вредителями, однако следует принимать профилактические меры. Перед посадкой почву следует тщательно прополоть и разрыхлить. Сразу после высадки в открытый грунт почву нужно будет накрыть спонбондом в избежание появления мушек или капустных мух. Такие мухи обычно откладывают яйца на почве вокруг стеблей, поэтому примерно раз в 1-2 недели необходимо тщательно осматривать землю. В случае обнаружения яиц их нужно уничтожить, дополнительно посыпать вокруг стебля землей и поверх этого зла или пеплом. Совет. Можно высаживать рассаду в перегнивающих горшечках, это снизит вероятность появления мух. Весьма противным насекомым, к тому же быстро размножающимся и портящим урожай является тля. Она появляется в местах где есть перегной, возможно остатки прошлогодних растений в очве. Также ее появление возможно из-за сильной тени, высокой влажности и наличия сорняков. Если правильно избавиться от перегноя и пропалывать почву, можно избежать появления тлей. В иных случаях потребуется ее снимать руками и сжигать вместе с листьями. Сбор урожая брокколи. Большие любители спортить капустные листы и сам урожай, это, безусловно, гусеницы. В конце весны, в начале лета многие бабочки и некоторые особенно часто откладывают яйца в рекорневой почве на листьях или на соседних растениях. Спустя время из них появляются гусеницы и начинают потихоньку уничтожать урожай. Самым эффективным методом борьбы в момент откладывания яйца является тщательный осмотр листьев, в этот период их еще довольно мало и почва. Также существует масса химических средств, нацеленных на уничтожение вредных насекомых. Что касается болезней, капуста чаще всего заражается черной ножкой. Как понятно из названия, спустя время стебель растения начинает темнеет, на нем появляются пятна, он постепенно худеет, загнивает. При этом растение перестает получать притательные вещества, корни и кусты ослабевают и умирают. Обратите внимание, чаще всего черная ножка развивается в условиях повышенной влажности, растения находятся под угрозой, если они тесно посажены. Отрицательно влияет тень. Чрезмерный полив. Логично, что в таких условиях капуста загнет. В случае, если первые симптомы начали появляться или растения уже посажены в не особо благоприятных условиях, почву можно обработать. Слабым раствором марганцовки. Сбор урожая. Собирать урожай можно уже спустя два месяца после высадки в открытый грунт. Головка срезается обязательно до того, как начинает становиться мягкой, соцветия не должны начать распускаться, иначе срок хранения и вкусовые качества будут чрезвычайно низкими. Головка срезается не у самого основания, а вместе с частью стебля. Размеры отрезаемой части напрямую зависят от размера и веса головки. Примерно срез идет через пару сантиметров после разветвления стебля. У крупных основных головок высота может достигать 20 сантиметров, так как срезы с боковых стеблей около 6 сантиметров. Брокколи порадуют обильным урожаем и один раз. Совет. После того, как головки с основного стебля будут срезаны, не стоит торопиться с уборкой ботвы в течение довольно короткого времени. Могут появиться быстро развивающиеся боковые стебли, которые также дадут урожай. И только после их уборки можно полностью утилизировать растения. Урожай хранится не очень хорошо, но чем крепче головка, тем легче ее транспортировать и сохранить. Обычно брокколи хранят в холодильнике, но чтобы сохранить их надолго требуется заморозка, именно поэтому чаще всего капуста продается в замороженном виде. Разобравшись посадкой и уходом за брокколи в открытом грунте, не составит труда получить хороший урожай. Субтитры создавал DimaTorzok